Друзья, всем привет! Совсем недавно был на металлоприемке и попалась вот такая старая лопата. Из нее уже пытались что-то делать, здесь она немножко проржавела, но все-таки я ее решил взять. И сегодня с вами постараемся сделать из нее какую-нибудь полезную самоделочку. Давайте приступать! Для начала сделаем разметку. От края отмеряю 60 мм. Проводим линию. Так, здесь вот немножко подгнила. Отсюда возьмем начальную точку. И отмерим 150 мм. Отмерили. И проводим еще линию. Все, теперь вырезаем эту полосу. Теперь отступим по 2 см сверху с одного края. Из другого. И прочертим линию. Теперь зажал струбцинкой и зачистим. Теперь нам пригодится вот такая 32 труба. Тоже старенькая уже. Отмечаем 120 мм. И отрезаем болгаркой под размер. После того, как отрезали нужный нам размер заготовки трубы, нужно сделать еще разметку. Как вы видите, я сделал ее в форме треугольника. Сейчас мы это вырежем. Вот как получилось в итоге. Теперь нужно этот край немножко сдавить, чтобы было вплотную все. Вот что получилось в итоге. Здесь немножечко сдавил. Потом покажу для чего. Здесь отверстие, можно сказать, такое же и осталось. Теперь понадобится 2 арматуры, либо кругляк. В моем случае это кругляк 12. Длину я взял 150 мм. Теперь на каждом кругляке нужно сделать рез посередине. После того, как загнул кругляк, его прикрепил к полосе. Вот таким образом. Здесь у нас прорези. И сейчас все это прихвачу сварочкой. После того, как прихватили сваркой, одеваем вот эту часть. Буквально на 2 см. Выравниваем и обвариваем. Итак, все обварил. Сейчас останется все швы зачистить. И вот здесь просверлить отверстие. Сверлить буду четверочкой по центру. Отступлю сантиметра 2 приблизительно. Теперь нужно заточить вот этот край. Итак, заточил. Сейчас пройду все красочкой. И когда высохнет еще немножечко, один раз пройдусь, потачу и можно будет одевать черенок. Все, пусть сохнет. Использовать буду старый черенок. Сейчас немножко подправим его. Вот и все, в принципе, можно насаживать. Прежде чем крутить саморез, надо засверлиться тоненьким сверлением. Все, и теперь можно вкручивать саморез. В принципе, и все. Тяпка, матышка. По-разному все называют. Готово. Можно опробовать в работе. Друзья, ну и давайте опробуем наш инструмент. Сезон уже начался. КОНЕЦ Итак, друзья, сегодня мы из старой лопаты сделали полезный и нужный инструмент для сада, для огорода Вот такую самодельную тяпку, еще называют матышка, все по-разному Также у меня есть и в заводском исполнении, вот заводское, а вот моя самодельная Кстати, моя самодельная мне больше понравилась, она чуть потяжелее и мне работать так удобнее Кстати, еще остался обрезок от лопаты, напишите в комментарии, что бы вы сделали из этих обрезков Ну а мы на этом будем заканчивать, кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал Всем пока, до новых встреч!